Друзья, я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас часть вторая по изготовлению так называемой системы голосования. Я напоминаю, что я не пытаюсь именно сделать систему голосования, я пытаюсь показать, каким образом происходит трансформация проекта, или проектов, наверное, правильно будет сказать, и салюшена в том числе, какие он претерпевает изменения в процессе разработки, что такое рефакторинг и почему это, на мой взгляд, основная часть разработчика, потому что без рефакторинга приложение мертвое. Вот все, в принципе, и сказал. Ну, в общем, я вас прошу подписаться на канал, поставить галочку, если вам понравилось видео, стать спонсором, в конце концов. А давайте переключимся в Visual Studio, посмотрим, на чем мы остановились, какие будем делать дальше телодвижения для того, чтобы продвинуться в нашу сторону, вернее, продвинуть результат. А результатом, я считаю, веб-приложение, в котором работает голосование, которое берется из базы данных. Но, опять же, напоминаю, что суть показать, как управлять проектом, как его трансформировать, как он должен жить своей жизнью, а не конкретно системы голосования. Она взята для примера, то есть, чтобы можно было на чем-то, в общем-то, экспериментировать. Переключаемся. Итак, давайте по порядку. Сначала запишу, покажу то, что у нас есть. Итак, есть какой-то вопрос, есть какие-то варианты ответа, высчитывается количество и процент. Ну, давайте сделаем покрасивее, например, по Lanswer. Так, проценты мы тоже покажем. Давайте здесь напишем defice, а в скобочках вот так вот напишем проценты и добавим проценты и знак вот сюда, чтобы было понятно. Давайте еще раз запустим. Да, ну вот примерно вот так это теперь выглядит. И давайте я переменую эту штуку и скажу, что это будет тансфер просто. Ну, мне так будет проще. Итак, есть как бы какой-то задатки уже функционала. Есть у меня полбилдер, который строит эту систему. Ну, давайте попробуем сделать одну штуку, которую, в общем-то, придется поправить. Тансфер, допустим, один. То есть идентификатор я также поставлю один. Как у первого, я здесь не пишу очень, очень круто какой-нибудь. И теперь попробую запустить приложение. И, как вы видите, у меня здесь выскакивает exception, потому что у меня с таким идентификатором, который я обозначил один, существует несколько атлетов. И теоретически было бы написать здесь не single, а first to default, но тогда система сломается. И, в общем, здесь у меня в любом случае single здесь определено правильно, поэтому с этим нужно что-то делать. Так, что я предлагаю для этого? Ну, смотрите, при добавлении нужно проверить, что у меня нельзя добавить, как он называется, ответ, в который идентификатор уже совпадает. Теоретически мне вообще не нужно добавлять идентификатор, потому что в базе данных с автогенерацией это поле автоматически получит номер. И когда я буду голосовать, я буду просто кликать на конкретную запись, и система сама найдет этот идентификатор. Поэтому функционал на самом деле пока не важен. Более того, я предлагаю сделать идентификаторы, ну, допустим, GUID. Мне нравится GUID, хотя он, конечно, немножко с производительностью некоторые проблемы имеет, потому что он гораздо больше требует для хранения. Ну, в общем, неважно. Давайте сделаем для начала то, что давайте по вашей просьбе я добавлю вот таким вот образом. Все время забывая, вот сейчас вспомню. Хорошо, что напомнили. Смотрите, у меня планируется, что это все попадет в базу данных. В базу данных я привык складывать GUID, то есть вместо идентификаторов, вместо интов. Теоретически. Давайте сделаем следующее. Я сейчас создам сущность, которая называется IDENTITY C-Sharp. И это у меня будет класс, и он будет, естественно, абстрактный, потому что я не собираюсь создавать его инстансы. И здесь сделаю PROPERTY GUID. Это будет ID. И, собственно, мне теперь нужно этот ID заиспользовать вот здесь. То есть вынаследоваться от него. И, соответственно, вот здесь. IDENTITY. Теперь у меня есть идентификатор. Теперь такое понятие, как ID, у меня невалидно, потому что у меня сам answer, где он, вот он. У него теперь IDENTITY, это уже должен быть GUID. И, соответственно, я его отсюда удалю. И здесь у меня тоже будет GUID. Я пытаюсь приблизить к реалиям базы данных. Ой. GUID ID. И, соответственно, таким вот образом это как-то будет работать. Так, хорошо. Теперь получается, что вот здесь мне тоже потребуется GUID. Ну, конечно же, не тут, а вот здесь. Вот. И, соответственно, все сломалось непосредственно прямо вот здесь. Во-первых, мне нужно объявить. Ну, давайте я вот таким вот образом сделаю GUID, ой, GUID PARSE. Я сделаю PARSE, чтобы он не генерировал каждый раз новый, а чтобы он получал его отсюда. Ну, и здесь я сделаю вот такую хитрую у меня штука здесь, которая позволяет генерировать GUID на вручном режиме. Очень удобно в любой программе. Опс. Так. И PARSE что-то мне не хватает. GUID PARSE. А, мне нужно сюда стрин-канфер. Конечно же, мне здесь нужно поставить не INT, а тоже GUID. И теперь у меня, в общем-то, все должно сработать. И таким образом у меня получается... Ну, давайте для эксперимента эти идентификаторы сравняем. Ctrl-V. И, соответственно, я здесь должен указать, за какой идентификатор я голосую. Но это, конечно, неудобно с одной стороны. То есть вот в этом варианте работы с консольным приложением, то есть мне придется как-то вот так вот голосовать примерно. Так. Ну, это первый, да. За первый нужно сюда. Давайте тоже за первый сюда. И за второй давайте. Но, тем не менее, я буду это делать здесь один раз. И, в общем-то, для теста я, в конце концов, консольного клиента потом просто удалю DX. Так. Вот примерно вот так вот я как-то голосую. Давайте проголосуем тоже за четвертого клиента. Это мы сделаем вот так. И за пятого. Давайте тоже за четвертого. Мне он тоже нравится. Давайте запустим, проверим, что работает все. Да, у меня все так же работает. Ничего не изменилось. Хотя, ну да, ничего не изменилось. Вот. Что дальше? Давайте все-таки разложим проект по продуктам. В смысле, как это, solution по проектам, чтобы в этом как можно больше приблизить. Ну, давайте покажу статью небольшую на колобонго.com. Вот статья о именовании проектов решений. Я здесь немножко попытался объяснить, какие названия проектов нужны, чтобы не храниться. Так что, в общем-то, как для себя подсказка, так и, в общем-то, если хотите, тоже будете пользоваться. Итак, у нас entity уже есть. Вот, model или entity, или domain, неважно, как это будет. Это, в общем, почитайте. Там про clean architecture тоже, на самом деле. Так, дальше. Мне нужен проект, который будет работать с данными. То есть, application, database, escape, infrastructure, неважно. Давайте создадим такой проект. И, собственно говоря, это будет тип library. Class library. Да, отлично. Соответственно, название. Kao LaBonga, как уникальный вентификатор разработчика или компании. Дальше. polling system. Нет. System. Это будет название продукта. И теперь платформа, ну, или модуль, это будет, ну, пусть называется data, да, или application. Давайте application на этот раз назовем. Потому что у нас уже есть антисис, будет будет application. Так, сохранили. Давайте удалим файл, который нам, собственно говоря, не нужен. И давайте вообще все позакрываем и откомпилируем. Откомпилировалось. Теперь, собственно говоря, нужно распределить зависимости. Ну, во-первых, смотрите, у меня, что касается антисис, тут все чисто. Есть сенсор, yes, poll. Ну, еще я, наверное, вот так сделаю. Base я так делаю обычно, когда у меня есть какие-то базовые сущности. И надо здесь тоже и именить name space. Они в базу не попадут. А если попадут, то только как то, от чего он исследован. То есть у меня сенсор и poll. Соответственно, мы сейчас будем складывать базу. Но перед этим нужно перераспределить. У меня, смотрите, есть poll builder. И если говорить, да, с точки зрения банальной эрудиции, у меня есть консольное приложение, в котором этот poll builder используется. То есть, если я захочу использовать какой-то другой клиент, ну, например, веб-приложение, то мне этот poll builder там потребуется. И я хочу его вынести на уровень аппликейшена. И, собственно говоря, это мне даст... Так, ну, так, во-первых, мне здесь потребуется еще и poll result. Давайте сразу его перетащу. И poll builder отсюда я удалю. А здесь у меня using poll system. Давайте пока удалим. Здесь делаем зависимость на аппликейшен. С entity уберем. И теперь, соответственно, вот здесь на аппликейшене сделаем зависимость на entity. То есть, таким образом получается, что у меня... Ну, если вот с точки зрения банальной эрудиции подходить, то есть у меня одна главная сейчас сборка, которая называется entity. Она ссылает... На нее ссылается... Нет, у нее есть ссылка на... Нет. На нее ссылается аппликейшен. Вот таким вот образом. А клиент, он ссылается на аппликейшен. Ну, и любой другой клиент, скорее всего, будет зависеть от аппликейшена. Ну, это как бы в будущем. Мы будем об этом посмотреть. Так, ну, давайте отсюда выберем namespace. Собственно, здесь он нам не нужен. Здесь мы... Ну, теоретически нам здесь тоже не нужно. Мы используем entity. Давайте откомпилируем. Что-то все быстро собралось. Да, вот здесь у нас нет. Давайте пересоберем. Так, закроем. И посмотрим, где у нас есть ошибки. Вот одна, вот вторая. Это мы не можем в консольном приложении найти... Так, найти аппликейшен. Странно, но он есть. Так, ну, теоретически это может быть ошибка ReSharper. Ну, вот если запустить, все работает. Ну, у меня есть такой плагинчик, который позволяет просто зарестартить студию, чтобы она сбросила все эти ошибки. Она достаточно быстро это делает. Вот, перезагрузилась. И, как видите, ошибки нету. Я в 12 нажимаем, попадаем куда нужно. Ну, в общем, имеете в виду, что иногда ReSharper тупится. Ну, не без этого. Итак, у меня уже теперь есть приложение, есть аппликейшен. И в нем, в общем-то, и будет доступ к базе данных. В одной из своих статей, я, наверное, уже показал, да, по-моему, да, показал. Вот, вот в этой. Я говорил про то, что аппликейшен может разбиваться на дату. И аппликейшен, ну, обычно они взаимосвязаны. То есть, если вы делаете какой-то клиент, допустим, на dpf, вам все равно потребуется аппликейшен, то есть, обработка и, собственно говоря, к базе данных. Теоретически, чтобы доступ. И, чтобы не делать две сборки, я обычно их склеиваю, то есть, в аппликейшен, или дата его называю, или бетабейс. Ну, обычно дата, ну, пусть будет в этом году аппликейшен в моде. Давайте создадим для начала папку. Нет, давайте для начала установим зависимости, которые я буду здесь использовать. Я буду использовать здесь, ну, вот у меня есть такая быстрая кнопка «Эдити фреймворк», как «Орм». Ну, мне нравится он больше всего. Так, я буду здесь использовать «Тулс», он имеет зависимость на дизайн, вот здесь вот. И я его тоже буду использовать, потому что я буду делать миграции и управлять структурой баз данных. Также я буду складывать это все. Ну, давайте для начала, наверное, будем использовать и «Мемори» режим. То есть, я не буду это складывать в реальный SQL Server, я буду использовать это в памяти. Так, давайте пока все позакрываем, нам это больше не нужно. Раз у нас все работает, можно сделать следующий шаг. Для начала я создам новый класс, который назову «ApplicationDBContext». Ну, по образу подобный как «DBContext», только «ApplicationDBContext». И «DBContext» это у нас, соответственно, «Entity Framework». Я пока делаю это все по очень простому способу, потому что нужно, чтобы вам было понятно, чтобы без усложнений каких-то дополнительных, например, там, идентификация, таблицы для хранения пользовательских профилей, самого профиля, логины, пароли, все такое. То есть, я сейчас делаю без привязки к безопасности, поэтому имейте в виду, что так обычно не делается. Итак, у меня есть «ApplicationDBContext». Я его все время называю так, как основной базовый, как он, «DBContext», который существует в приложении. Если их несколько, то они уже разнятся по названию, соответственно. И для начала давайте создадим свойство, которое будет… Нет, свойство, которое называется «DBSet». «Set» это будет «Pol», но в хорошем смысле. И это у меня будет «Polse», и, соответственно, еще у меня будет «Answer», и это, соответственно, будут «Answers». Так, ну, смотрите, я вот эти вот подчеркивания как-то вот не люблю, поэтому я сделаю вот такую штуку. Нулабл, дисейбл, нет, дисейбл, и здесь я поставлю нулабл, соответственно, пусть будет «Enable». То есть, я просто отключил проверку на нул, чтобы она не смущала меня эта штука, но тем не менее я точно знаю, что для того, чтобы полы загрузили «Answer», мне нужно использовать «Конструкцию Include». И это, в общем-то, нужно помнить, чтобы всегда проверку на нул делать. Итак, для того, чтобы у меня все это толком заработало, давайте сейчас проверим вот какую ситуацию. У меня есть «Pol», «DisAnswer» и «QuestionText», они не имеют сеттера, и ставятся только через конструктор. И конструктора по умолчанию у меня не существует. Ну, давайте в очередной раз сделаем эксперимент и проверим, что у нас полы сохраняется в базе данных, и это, собственно говоря, легко сделать. Ну, например, опять же, для того, чтобы это положить в базу данных, мне нужно «Model Configuration», «Configuration», папку, в которую я положу «Pol Model Configuration». «C-sharp», «Model», ну, давайте я переменую, все-таки опечатался, «Pol Model Configuration», вот таким вот образом, и это у меня будет «I Entity Type Configuration», соответственно, «Pol», я его здесь буду использовать. И здесь у меня есть «Builder», давайте вот так пока сделаем, не ближе, не удалим. Собственно говоря, про что речь? Ну, во-первых, мне нужно его скопировать, у меня будет примерно такой же, только для «Answer», то есть для ответа «Configuration», да, я неправильно назвал папку, давайте я ее... Ну, для начала здесь напишем «Answer», «Annswer», соответственно, здесь мне тоже нужно написать «Answer», и, соответственно, вот здесь тоже нужно написать «Answer». То есть это будет для конфигурирования конкретной сущности данных «Answer», для того, чтобы база данных использовала, в общем, какие-то настройки той сущности, которую я буду хранить в базе данных. Давайте переименуем, собственно говоря, «Shift-L2 Configuration» и теперь, ну, в общем, именование имеет значение, в общем, на мой взгляд, очень важно, имейте это в виду. Вот таким вот образом. Итак, у меня есть две конфигурации, они сейчас на данный момент пустые, давайте начнем с того, что положим в базу данных настройки по «Answer». Итак, у меня есть «HSK», который называется, соответственно, «ID», у меня есть, нет, давайте здесь точку запятую поставим, «Builder», «Property», я их обычно всегда перечисляю таким вот образом, что у меня здесь есть «ID», «Persons», есть «Title», вот так вот это как-то делается. Теперь я точно знаю, что у меня «Builder» должен положить, собственно говоря, в таблицу, не-не-не, «ToData». «ToTable», да, как она там называется, «ToTable», так, «ToTable» нету, потому что все-таки нужна зависимость, которая называется, «Да-да-да-да-да-да-да», сейчас один момент, «FcoreD- Land» «Design», вот она, все-таки она нужна. Ну, ладно, вас обмануем, что страшного, и Кросдоруха бывает порнуха, и таким образом напишем «ToTable». «Oops», «OnSwer». а, relational, наверное господи, я что-то проперся не вкор relational, конечно я все-таки вас уже два раза сегодня ланул дизайн мне, конечно, не нужен но ничего страшного, я думаю, вы это переживете вот, появился тут тейбл теперь я могу сказать, как у меня будет называться таблица, она будет называться answers ну и теперь мне нужно указать так, ну это такие основные поля значит, это у меня будет is required обязательно, title is required обязательно, более того has, max, length, ну давайте 512 у меня ничего не нужно делать и теперь я вот так вот скопирую это все, перенесу в пол здесь нажму ctrl-v теперь это у меня будет называться таблица полса здесь у меня есть question text и задаваться ну пусть тоже будет 212 и более того у меня еще здесь есть answers но это уже не просто свойства а непосредственно has many и собственно говоря мне нужно будет указать сейчас я попробую создать миграцию она теоретически не должна сработать потому что у меня не настроено подключение к базе данных у меня не настроены связи давайте, наверное, этим займемся в следующем видео на сегодня, наверное, все пишите правильный код субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...